Всем привет! Меня зовут Марина Никулина, я стилист, и вы у меня в гостях на моем канале. Я сегодня буду показывать вам свой арсенал аксессуаров, не всех, конечно, а тех, которые, может быть, для вас будут казаться несколько необычными и непривычными. Почему я решила так поступить? Потому что, ну, наверное, очень много я всего показала, обо всем рассказала в своих видео, на канале их достаточно много, я оставлю ссылку на плейлист. Ну, все, там и шляпы, и перчатки, и колготки, и украшения, всякие разные манипуляции с аксессуарами, которые помогают из очень маленького количества вещей создавать массу разных комплектов в том числе. И этого будет достаточно, наверное, чтобы, ну, понять, чем я в своей жизни пользуюсь, потому что все то, что я вам показываю, это все то, что я ношу, действительно ношу в обычной жизни. А то, что я буду вам сегодня показывать, наверное, для большинства не подойдет, но, собственно, и цели у меня такой не было, рассказать вам, вот это вот приобретайте, вот это будет трендово, вот это современное, а без этого жить никак нельзя, можно без этого жить. Просто это те аксессуары, которые меня вдохновляют, которые меня самовыражают, которые, собственно говоря, соответствуют и моей жизни, и моему темпераменту, и так далее, и тому подобное. Для чего я вам буду это показывать? Ну, может быть, кому-то будет просто интересно, любопытно, чем оперируют стилисты в том числе, а с другой стороны, может быть, дать какой-то толчок для задумывания над тем, а что я могла бы для себя такого интересного, любопытного использовать, на что я раньше не обращала внимания, потому что, надо сказать, что я же не всю жизнь была стилистом, 15 лет я проработала в такой достаточно консервативной сфере деятельности, но, тем не менее, это меня не останавливало, потому что мой интерес к необычным каким-то аксессуарам, к необычным деталям костюма был всегда. Если у вас это не так, возможно, вам пригодятся те советы, которых я вот говорю в тех видео, которые я буду указывать в описании, тогда туда обратитесь. Но то, что я вам сегодня покажу, это не готовые вещи, это всё, что сделано под заказ или мной лично. И вот сегодня я хочу начать, наверное, с того, что сделано мной лично. Начну я вот с этой юбки. Это юбка и топ одновременно. Я не знаю, как вы провели свои выходные, новогодние праздники, вот эти все каникулы, а я плела. Пара вечеров на плетение, пара на изучение материала, и, в общем, вот вещь у меня готова. Я так повдохновлялась показами, посмотрела, думаю, да нравится мне эта штука, как дополнительный слой к моим костюмам. Вообще-то эта идея хороша и в основном показывается для пляжа, для того, чтобы надеть на купальник. Такая юбка мне нужна совершенно не для этого. Хотя кто знает, может, я её на пляж надену. Она мне нужна была для того, чтобы создать дополнительный интересный слой в костюме. Вы наверняка слышали многократно про многослойность. Так вот такие юбки или вообще такие изделия, они помогают несколько другой характер придать. И за счет дополнительного вот этого слоя. Сейчас такие изделия из макраме надеваются и как юбки, и как тупы, и как какие-то косынки на плащи. Самые разные варианты сейчас используются. Главное, что это можно сделать самому. Действительно очень легко. Если вы хоть раз плели макраме, ну, я думаю, труда не составит. Но даже если вы этого никогда не делали, это настолько не тяжело, что можно попробовать. И можно такую, конечно, было бы сейчас вам показать и на этом платье, и надеть какую-то юбку, и надеть какие-то брюки, со всем этим скомбинировать, чтобы показать, как это работает. Но я решила, чтобы была такая более яркая контрастная картинка, покажу вам с белым костюмом. Эту юбку можно надеть и как тут, но мне показалось, что на одно плечо будет поинтересней. Я вообще люблю асимметрию, как вы можете увидеть. Поэтому вот такой вариант мне показался более соответствующим моему настроению. И вот так это может выглядеть, например, на костюме. Конечно, цвет костюма может быть абсолютно разный. И опять же, здесь может быть и какая-то рубашка поверх рубашки, надеть и поверх какой-нибудь футболки и так далее, и тому подобное. Помимо этой юбки, у меня есть еще, что вам показать. К сожалению, почему-то так получилось в черном цвете. Я не знаю, почему. Навеяла зима, что ли? Я обычно так много черного цвета не ношу. Ну, уж простите, наверное, к лету что-то изменится. Наверное, появятся еще какие-то у меня в арсенале цветные аксессуары. Первое, что я вам хочу показать из того, что делала не я, а что делали мне под заказ. Это вот такой... Вот так. Это вот такой корсет из искусственной кожи. Ну, моя мастерица старалась. Я очень противная в этом смысле. Я даю какие-то часто сложные конструкции, которые она, спасибо, и реализовывает. Я очень люблю кожаные всякие штуки. И кроп-топы кожаные, и широкие кожаные корсеты. И вот в такую штуку, казалось бы, это предмет одежды, но нет. Потому что носить как самостоятельную вещь я бы не рискнула. И я думаю, что кто-то другой тоже вряд ли бы рискнул. То есть это дополнительный слой. Это, опять же, некий дополнительный слой. Это тот аксессуар, который позволяет видоизменить костюм. Вот я вам показывала белый костюм с моей юбкой из макрамы. Сейчас посмотрите, как он преобразуется, если я надеваю поверх него вот этот корсет. Для многих покажется очень нестандартным вариация, когда на брючный костюм надевается корсет. Вроде как он должен быть под костюмом. Но кожа позволяет такие штуки делать. Она достаточно плотная. Поэтому спокойно собирает в себе, под себя вот эту ткань костюмную. И я вообще люблю такую историю. Мне нравится. В какое-то время я носила. Это была модная идея. И мне понравилось. Я носила юбку кожаную поверх жакета. Именно за счет того, что кожа более плотная ткань, она прекрасно садилась на этот пиджак. Не было каких-то... Не проглядывали полы пиджака, не проглядывали кармашки и так далее. Все выглядело очень даже хорошо. Такой корсет можно носить очень по-разному. И здесь я вам показываю еще один вариант, когда можно надеть с более расслабленным видом, с джинсами, с рубашкой какой-то. Поиграться вариантов тоже очень много. Вообще для меня вот такого рода аксессуары это очень большое подспорье. Потому что мне не надо покупать много дополнительных вещей, чтобы выглядеть разнообразно. Мне достаточно использовать базовые вещи. Я говорю сейчас не о цвете черно-белой, серой-бежевой, а о простом крое. Любая вещь простого кроя может служить прекрасным полотном для такого рода аксессуаров. Меняя эти аксессуары, меняется вид вашего костюма, юбки, брюк, рубахи и так далее и тому подобное. А дальше такой аксессуар как баска. Баска была популярна как часть жакета или как часть юбки в десятых годах, если помните. Потом эта мода прошла, но баска как аксессуар никуда не делся. Он не очень распространен, что меня вечно радует. Не очень популярен в массах, но он появляется на подиуме периодически. И это опять же все не новое. Вот если мы с вами вспомним макраме, в 70-е годы все это носили, плели, носили какие-то топы и так далее. Сейчас просто какая-то реконструкция этого всего. Ну и с басками та же самая история. Их в начале 90-х показывали, и сейчас мы их видим на подиумах. Дизайнеры вдохновляются друг другом, модой прошлых лет. Мы вдохновляемся идеями дизайнеров. И соответственно их реализуем в своих гардеробах. Вот если не хотим покупать за безумное количество денег все это. Вот я не хочу, например. Поэтому я заказываю, мне это делают. Это не первая, не единственная баска в моем арсенале. У меня есть еще такая из Денима, которая много лет меня выручала. Тоже выполненная под заказ. И тоже она существенно меняла настроение костюма, когда я ее надевала. Сразу становилось что-то такое более женственное, более интересное. Вот этот дополнительный слой, дополнительная какая-то длина всегда усложняет образ. Еще один аксессуар, который я вам хочу показать. Вот сейчас любители животных, пожалуйста, не надо кидать мне злобные комментарии. Это горжетка, которая у меня в гардеробе много лет. И часто она меня выручала в каких-то вечерних мероприятиях. Почему я показываю, несмотря на то, что сейчас так много разговоров, на тему экологичности, защиты животных и так далее. Я оставляю это все на усмотрение каждого. Чем больше лично я погружаюсь в тему зеленой повестки, тем менее она, мне кажется, зеленой. Мне кажется, настолько там много вопросов скрытых, финансовых, что говорить о честности, нелицемерности этого всего обсуждения не приходится. Поэтому, если вы за то, чтобы нарушать экосистему искусственными материалами, пожалуйста, покупайте искусственные материалы. Если вы носите натуральную кожу в виде обуви, перчаток, ремней и так далее, то не пишите мне, пожалуйста, про натуральный мех. Такие комментарии я воспринимать как адекватные точно не буду. Так вот, вот эта горжетка нашла новое применение в моей обычной жизни. Она перекочевала уже из вечернего гардероба в дневной, когда я хочу утеплиться в зимнее время. Сейчас опять в моде меховые воротники на пальто. И для меня лично оказалось гораздо более тепло и нестандартно, не банально надевать такую горжетку не на пальто, а в пальто в качестве шапка. Конечно же, это же пальто я могу надеть и без горжетки. Дополняю тогда шапочкой, тогда дополняю очками солнцезащитными, если солнышко на улице светит, перчатки. Еще один аксессуар хочу вам показать, он прямо на мне. Но это готовая вещь, это из зары. Вот такой вот балетный рукавчик, балетная сейчас в Моге. Балетки опять активно продвигаются в трендовую обувь. Ну и вот такой рукав, он спасает тогда, когда вы любите, например, асимметрию, как я, у вас оголенная рука, и прохладно, и хочется ее как-то утеплить. Либо когда оба плеча открыты, их два таких рукава. То есть вы надеваете один, второй, и у вас какая-то такая более сложная, интересная история получается. Я, наверное, вас немножко замучила какими-то слишком креативными идеями. И я решила показать вам то, что доступно любой женщине. И я не понимаю, почему, дорогие мои, вы не пользуетесь таким простым аксессуаром, как цветные перчатки. Это всегда добавляет настроение в хмурые дни. Это всегда дает какой-то позитив. Как я ношу перчатки. Ну, опять же, я видео, конечно, уже сделала на эту тему давно-давно. Оставлю ссылочку. Я использую перчатки, сочетая их с цветом головного убора, с цветом шарфов, возможно, сумок. И один из моих излюбленных приемов. Я не всегда ношу шарфы, далеко не всегда ношу головные уборы. А вот водолазки зимой я люблю. Поэтому я сочетаю цвет перчаток с цветом водолазки. И есть у меня, конечно, и нейтральные по цвету пальто, такие, которые приемлют любые цветовые пятна. Есть такие варианты, когда цвет перчаток очень красиво сочетается с цветом пальто. И перчатки могут быть в тон пальто. Так что с помощью вот таких цветных перчаток вы можете создать очень красивые цветовые решения для своего зимнего, осеннего, весеннего образа. Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Еще, наверное, пару слов. Давайте скажу об украшениях. Ничего не говорила. Хотя по моим видео вы и так понимаете, что я, как правило, предпочитаю. Это яркие, характерные украшения, часто очень крупные украшения. Те, которые могут играть в соло, грубо говоря, в моем костюме. Те, которые на себе несут акцент, так называемый. Я равнодушна к золоту-бриллиантам, но украшения часто... Я выбираю украшения часто по своему психоэмоциональному состоянию. Может, у вас точно так же. Напишите мне в комментариях, мне будет интересно. Я думаю просто, что так у всех, но, может быть, и нет. Если мне на душе нехорошо, то, скорее всего, я вообще ничего не надену. Если мне нужно как-то заземлиться, успокоиться, чтобы как-то все вокруг меня пришло в равновесие, то, скорее всего, я надену какую-то базу. А вот если все в ресурсе, как говорится, ну тогда уже я надену все очень яркое, выразительное, вот то самое крупное, то, что будет привлекать внимание окружающих. То есть это будет говорить о том, что я к этому самому вниманию психологически, физически, морально готова. Может быть, у вас точно так же. Вообще, я больше чем уверена, что и одежду, и аксессуары нужно приобретать те, которые вам дают этот самый ресурс, те, которые создают вам хорошее настроение, те, которые дают вам какой-то позитив. Нет смысла нагромождать себя чем-то, что вызывает у вас отторжение. Все-таки здесь нужно найти какой-то свой вариант. Я, собственно говоря, на этом заканчиваю, показывать больше ничего не буду. Если было полезно, интересно, дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь, если вы до сих пор не подписаны. А я прощаюсь с вами до следующей встречи. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok